До закрытия зимника остается совсем немного времени. Автодорога на Редмарусинск общей протяженностью около 86 км в этом году сооружалась с учетом новых требований, а не хозяйственным способом, как это было раньше. Это позволило сделать трассу безопаснее и комфортнее для автомобилистов. На временной автодороге организовано три дорожно-ремонтных пункта. Проезжая часть стала заметно шире. При этом на крутых спусках и подъемах дежурят бульдозеры. По обе стороны проезжей части установлены вехи со светоотражающей пленкой. О плюсах и минусах работы зимника в сезон 2016-2017 годов на встрече с журналистами рассказал руководитель департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Алексей Еремеев. В этом сезоне временная автодорога строилась не хозяйственным способом, а как искусственное сооружение. Это был пилотный проект, который показал неплохие результаты. Проанализировав декабрь месяц, в конце, конечно, мы не сможем объективно сказать полностью за весь декабрь. Основные месяцы январь-февраль, март месяц, апрель, конечно, нас здесь немножко по погодным условиям, можно сказать, подкачало, но при этом нельзя говорить, что плохо все было. Как показать, поисково-спасательная служба за три месяца зимы не уезжала ни одного раза. Если поднять статистику прошлых лет, даже прошлый год взять, начиная с января, были постоянные, хотя бы один раз в месяц, а то и два, а то и три были такие операции проведены по спасению людей. Еще один показатель, который озвучил руководитель профильного департамента – скоростной режим движения на зимнике. Водители, которые пользуются зимником, они тоже показатели говорят, что мы в течение двух часов доехали от Харьяги до Лаевожской дороги. Это говорит о чем? Что средняя скорость автомобиля не менее 50 км в час. Это тоже показатель. Поэтому мы считаем, что зимник отработал на все сто, что есть, конечно, замечания, которые будут учтены, и есть к чему двигаться, есть что совершенствовать. До окончания работы зимника в текущем сезоне осталось не так много времени. Сейчас этот вопрос обсуждается с Департаментом природных ресурсов. Но, как отметил Алексей Еремеев, ориентировочно срок закрытия временной автодороги намечен на 26 апреля. Из-за потепления движение по зимнику в местах расположения рек становится небезопасным.